Привет YouTube, привет подписчикам, зрителям канала Technics Reduce. Сегодня я покажу самую правильную манку для ловли речной рыбы и ловли карася. Манка считается той приманкой, которая, или той наживкой, вернее сказать, которая работает как палочка-выручалочка. То есть человек, который имеет с собой манку, он никогда не уйдет без рыбы с рыбалки. Но я много видел различных рецептов приготовления манки и скажу, что подавляющее большинство из них неправильные и работают неправильно. Почему? Потому что те рекомендации, что манку нужно приготовить той водой, которая взята из водоема и подождать в течение получаса для того, чтобы она набухла, там активно ее перемешивать и так далее. Все это сказки. Как я это выяснил? Я это выяснил, когда я однажды попал на рыбалку и ни на какую наживку клево не было. Ну естественно, последний выход был приготовить манку. Манка была приготовлена где-то в районе уже десяти часов утра. Я взял вот эту баночку, приготовил манку, которая всегда с собой, вот она, водой из водоема. Подождал полчаса. В результате я имел манку, которая была очень слабая. То есть она слабо держалась на крючке. Хотя уже она делала какие-то потуги к тому, чтобы ее можно было намотать на крючок. Но получилось так, что рыбалка затянулась и с этой манкой, которая у меня оставалась, я попал еще и на вечерний клево. И вот тут я имел настоящую, хорошую, правильную манку, которая действительно держалась на крючке. И еще есть рецепты с вымыванием всех фракций, кроме клейковины. То есть это то, что говорят в рецептах, остается от манки, такая липкая субстанция в виде жевательной резинки. Но я тоже думаю, что это не совсем хорошо, потому что то, что вымывается в водоеме с наживки, как раз и привлекает рыбу. То есть те мелкие частички белые, которые отделяются от наживки, находящейся на крючке. А если повесить, грубо говоря, жевательную резинку на крючок, то, ну, вряд ли он привлечет рыбу. Поэтому, собираясь завтра утром рано на рыбалку, вот сегодня вечером я готовлю манку, которая к завтрашнему утру будет иметь как раз правильную на сто процентов консистенцию. Что мне для этого надо? Я беру чистую сухую пустую баночку, насыпаю нужное количество манки. Нужным количеством можно считать количество меньше, чем половина банки. Вот столько, я думаю, будет достаточно. Теперь я могу манку убрать в сторону. То есть вот где-то третья часть банки насыпана манка. Дальше. Можно сразу добавить ванильный сахар. Ванильный сахар у меня находится в отдельной посуде. Я его немножко добавляю. Не зря говорят, что карас любит и сладкое, и ванильное. Все это перемешиваю. Манку с ванилькой. Запах. Запах очень привлекательный. И по чуть-чуть добавляю воду. Так, чтобы манка пропиталась. Но чтобы лишней воды не было. Вот видно, как манка пропитывается. И сейчас уже можно начинать мешать. А то, что там будет сухое, можно будет еще добавить немножко водички. Сухого тут уже и нет. И вот так вот интенсивно нужно перемешивать. Сколько перемешивать, значит, такого термина нету. Я еще добавляю буквально две капельки водички. Потому что я вижу, что немножко густовато получается. Вот. Вот так вот перемешал хорошо с водой с ванилином эту манку. Можно после этого ее собрать на донышко. Грести со стенок. И спокойно ждать завтрашнего утра и начало рыбалки. Все. Мы полностью справились с приготовлением манки. Теперь мы ее закрываем для того, чтобы из нее не выходил запах ванилина. И оставляем. То есть ее можно укладывать в рюкзак и ехать на рыбалку. К тому времени она разбухнет и будет вполне готовой консистенции для того, чтобы наматывать ее на крючок. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Внимач Gee. Подписывайтесь на мой канал. В présence необычная машина.